здравствуйте дорогие мои подписчики на канале голова садовая и сегодня еще одна тема такая прям щекотливая любит ли все сорта земляники садовой кислую почву сейчас я опять скажу вам то что вам не понравится вы привыкли что земляника садовая неважно какие сорта ну до начала вот этого века 21 там были все сорта изученные знакомые все любили навоз туда лепешками валили или перегной первого года лежания он кислее чем сам навод и вроде как ягода росла но росли у нее листья очень красивые но может и ягоды были неплохие но так чтобы завались это были другие дачники которые соблюдали правильную агротехнику да то ягода любительница слабо кислых почв слабо кислых не кислых то есть перегной 2 3 года лежания лучше бы 3 года лежания это было благо для ягоды но если вы хотите в современным ягодам дать свой этот навоз навоз исключение совсем а вот перегной первого года нет второго нет а третьего года добавьте туда на ведро вот такую горсть золы просеянной или доломитовой муки столько же вот тогда это будет прекрасная еда вот тогда ph будет почти нейтральная вот почти нейтральная они любят все-таки предпочтут нейтральную реакцию почвы и вы должны это знать если вы вдруг по какой-то причине взяли и насыпали перегной и забыли туда залы или доломитки положить но ваша задача теперь будет состоять в том чтобы развести вот это вот молочко и уже полить поэтому перегной желательно это вечером сделать пожалуйста но будьте внимательны вы хотите вот то что вы купили за хорошие деньги хотите получить отдачу хотите удивиться сами и удивить своих друзей соседей и родственников какая же великолепная ягода ну сто грамм ягода ну азия ну ну супер просто она есть хочет и еще запомните пожалуйста если обычная ягода обычная то есть плодоносящие один раз за сезон ну такая как фестивальная например ваша любимица кстати она да сколько мы ее раз за лето кормим ну 23 все это максимум поливать ее надо достаточно часто а кормить 23 а вот современные ягоды вы хотите четыре урожая ну тогда кормите милые и выбирайте те удобрения которые не навредят ни вам не ягоде и еще вот ягода все это хорошо и вот я знаете я иногда слышу как говорят дачники и у меня сердце начинает болеть говорят ой у меня под снег ушла с цветами для меня это просто шок ваша задача уже в конце сентября собрав урожай последний да а ягоды ремы все под укрытиями желательно бы вот и нейтральные ремы и просто ремы под укрытиями только тогда она ну вызреет вся эта ягода вы пожалуйста в конце сентября числа двадцатого начните выщипывать цветоносы и усы и цветоносы дайте ей отдохнуть пожалуйста вот тогда на следующий год вы тоже будете радоваться есть ягоды ремонтантные нейтрально дневные которые растут и 7 и 9 лет на участке и прекрасно плодоносят причем не становится мельче не становится там не вкуснее вот полив на многих действует очень даже не одинаково ягоды становятся мельче если нет полива жара а вот холод на некоторые сорта действует тоже очень плохо и ягоды мелкие но они не вкус не теряют вкуса при этом если это холод а не жара так пожалуйста если вы любите эту культуру ну сделайте вы парник для нее ну тонкий укрывной хотя бы но чтобы не ну не не жарила ее ночью это холодная ветрюги наши сибирские и так далее договорились я надеюсь что да